Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы находимся на экспозиции Государственного музея обороны Москвы. Большинство предметов, представленных здесь, раскрывают события, которые проходили с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Это битва за Москву. Некоторые предметы иллюстрируют жизнь горожан в это непростое время. Сегодня я предлагаю вам вернуться в мирное довоенное время и узнать, как жили москвичи в 30-е и 40-е годы, как выглядела их квартира, дом. Один из главных вопросов, который мы сегодня рассмотрим, как повлияла эта эпоха на женский мир. Предлагаю вам окунуться в мир моды и быта советской женщины, а поможет нам в этом экспозиция Государственного музея обороны Москвы, а именно композиция «Квартира москвича». Мы находимся в композиции «Квартира москвича». В то время жители жили у нас не в целой квартире, а занимали только одну или две комнаты. В комнате могло быть одно или два окна. На окнах хозяйки вешали белые занавески, аккуратно крепив их прищепками под карнизом. Утром и вечером хозяйки открывали занавески, но не с помощью рук, а с помощью специальной палочки. Вот такой, как у меня сейчас в руках. Даже сегодня можно встретить в некоторых квартирах москвичей подобные палочки. Центральным атрибутом квартиры москвича всегда являлся абажур. Абажур мог быть красного, желтого, зеленого и даже оранжевого цвета. Аккуратно украшенный бахромой. У нас он оранжевый, самый популярный цвет в то время. В центре комнаты располагался стол. На столе хозяйки клали скатерть или небольшие салфетки. В центре стоял графин с водой, а по кругу вокруг стола стулья. Рядом со стеной стоял диван. И на диване тоже могла висеть у нас красивая кружевная салфетка. Ну а рядом на стене, справа или слева, всегда вешали радио. Иногда его называли совсем по-иному – громкоговоритель. Он говорил очень-очень громко и сообщал важные новости. Обязательным атрибутом квартиры москвича являлся буфет, где хозяйки хранили ценные вещи, в том числе и конфеты, сладости и фрукты. Необходимым предметом интерьера комнаты молодой девушки являлась швейная машинка. Передо мной находится немецкая ножная швейная машинка фирмы «Зингер». Немногие девушки могли позволить себе купить платье, особенно заказать его у портнихи. Поэтому молодые девушки в совершенстве овладевали навыками кройки и шитья. Но так хорошо, что к ним поступали заказы не только от их друзей и подруг, но также и от соседей. А где же их хранить? Молодые девушки хранили свои платья и наряды в дубовых шкафах. У нас в композиции есть такой шкаф. Это шкаф с красивым зеркалом. Заглянем туда. Заглянем туда. Заглянем туда. Заглянем туда. В советское время мода развивалась медленно. Причин для этого было много, но главное – это отсутствие ткани. Особо популярными тканями были атлас, крепжоржет, крепдешин и шелк. Однако в этот период появлялись и новые виды ткани – ситит, фланель, креп, шерстяное сукно. Самым дешевым тканью был ситит. На ситце был в основном цветочный узор. Крепдешиновое платье с мелкими цветами было символом эпохи 1930-х годов. Платье украшались у нас валанами, бантами, зацепками. Особым атрибутом платьев являлся рукав. Он был в форме фонарика. Мы можем с вами рассмотреть на трех платьях все эти детали. Вот здесь рядом со мной находится коричневое платье с нежными бежевыми цветами. У этого платья присутствует также пояс. Появляется пояс у нас как раз уже ближе к 1940-м годам. Следующее платье темно-коричневого цвета. Но цветы здесь у нас такие ярко-красные. Это похожие на гвоздики. У этого платья также присутствует пояс. Обратите внимание, что и у этого платья, и вот рядом с лежащего платья, рукав сделан в форме фонарика и украшен валанами. Особое внимание занимает бордовое платье, которое находится рядом с ним. Здесь мы также можем увидеть глубокий цвет рукава в форме фонарика, украшенные валанами. По поясу мы тоже можем увидеть красивый у нас валан. Но одной из самых важных деталей здесь является горловина. Она сделана необычным образом. Несколько нитей переплетены друг с другом. Сформируя с собой косичку. Если мы перевернем платье, то мы увидим, что здесь пуговки сделаны вручную. Они обшиты той же тканью, что и сделано само платье. Все эти платья выглядят очень элегантно и красиво. И прекрасно создают образ молодой девушки. В 30-е годы особой популярностью пользовался белый цвет. Некоторые историки моды предполагают, что это связано с фразой Иосифа Виссарионовича Сталина. Жить стало лучше, жить стало веселее. Другие предполагают, что это связано с курсом на оптимизм и верой в светлое будущее. Перед вами две блузки белого цвета. Они также имеют отсрочку и кружево. Украшены мелкими пуговками. У одной из рубашек рукава застегиваются не с помощью пуговок, а специальные есть разъемы для запонок. В середине 30-х годов в моду входят не только женские платья, но также костюмы. Они имели в основном приталенный силуэт. Перед вами черный костюм с юбкой из материала крепжоржет. Обратите внимание на детали. Воротник, рукава и кайма пиджака сделаны из другого материала, из бархата. Особое внимание привлекают пуговицы, которые тоже сделаны из бархата. Они придают этому костюму особую элегантность. Еще одна важная деталь, которая является скрытой от глаз, являются плечики. В конце 30-х, 40-х годов появляются такие большие, объемные плечики. Притом не только в женской одежде, но и в мужской. Ранее мы рассматривали с вами несколько платьев. Коричневая, песочная и бордовая. У бордового уже есть небольшие, маленькие плечики. Но это говорит о том, что платье было сшито где-то в 30-х, в 35-м, в 36-м году. А уже в 40-е годы плечики становились объемными и мощными, напоминающие мужской пиджак. Популярными в этот период становятся накладные карманы, отложные воротнички и баски. Рядом со мной находится темное синее платье. На горловине вы видите как раз кружевной воротник. На рукавах сохранены пуговки. И также они обшиты той же тканью. Впереди платье слегка насборено, а по бокам присутствуют небольшие валаны, что придает платью романтичный стиль. У платьев идет также пояс, небольшой пояс. Как я говорила чуть-чуть ранее, пояс появляется как раз уже ближе к 40-м годам. И завязывался он не ровно на талии, а чуть-чуть выше. Так создавался романтичный образ девушки. В журналах 1935-х годов появляются манекенщицы с красиво уложенными волосами и макияжем. Образ ухоженной горожанки мы видели в дорогих костюмах, в украшениях, в уложенных в элегантно волосах. Этот образ великолепно воплощали актрисы 30-х годов. К ним относились Нина Алисова, Эмма Цесарская, Любовь Орлова. Однако все-таки не все женщины могли одеваться как киноактрисы, но все к этому стремились. Особой популярностью поэтому пользовалась профессия портнихи. В вечерней моде главенствует романтическое направление. Вечерние праздничные платья 40-х годов делались из плотно прилегающего лифа, декольте и рукава-фонарики. Они также могли быть раскрешены к низу. Иногда платья украшались борками. Материал, который использовался для вечерних платьев, был бархат, панбархат, крем-дешин, шелк. Украшались вечерние наряды бисером, складками и аппликациями цветочных мотивов. Перед вами вечернее алое платье. Обратите внимание на рукава. Они сохранили форму фонариков. Имеется глубокий вырез в области декольте, а также сборки. Здесь и в линолинии талии, что придает платью торжественность. Неотъемлемым атрибутом вечернего наряда являются аксессуары. Например, вот такая вот сумочка и шляпка. Советские девушки не забывали и о прическе. В 30-х годах особо популярной была стрижка и небольшие волны. Делали это девушки при помощи щипцов. Вот они. Эти щипцы назывались марсельскими. Изобретателем таких щипцов является Марсель Гранто. Для того, чтобы сделать волосы волнами, необходимо было их вначале нагреть, а потом приложить к волосам. В 40-е годы прическа поменялась. В этот период было уже сложно ухаживать за этими короткими волосами. И поэтому девушки считали, что лучше было их отрастить и заплести в косу. Особо популярными прическами были корзиночки, баранки, небольшой локон-валик, который был на лбу, либо волосы, убранные в небольшую сеточку сзади. Обязательным атрибутом является макияж. Советская женщина для этого использовала пудреницу с зеркальцем, небольшую пуховочку. Кстати, она сделана из кожи и лебяжьего пуха. Конечно же, необходимо было еще и надушиться. Для этого использовали духи. Особо популярными в 40-е годы была Красная Москва, Ландыш Серебристый и Кармен. У меня в руках небольшой флакон. Если его открыть, то можно ощутить аромат. Он очень мягкий и приятный, напоминает гвоздику. Необычным дополнением к шляпам являлись булавки. Перед вами булавка, сделанная из металла и из стекла. Вторая булавка сделана тоже из металла, но украшена бусиной. Мы с вами рассмотрели летние и вечерние платья. А что же одевали девушки, выходя на улицу осенью, зимой и весной? В 40-х годах особой популярностью пользовались приталенные пальто, расклешенные к низу. Их шили из разных материалов. Шерсти, драп, драп-велюр. Воротник часто украшали мехом. В данном случае перед нами каракль. Кроме пальто девушки намогли носить платье. Рядом с ним находится шерстяное платье. Ориентировочно 39-40-е годы. Воротник сделан из меха. К этому платью для завершения образа прекрасно подойдет небольшая бархатная шляпка и сумочка. Неотъемлемым атрибутом у создания образа была обувь. Перед вами несколько пар обуви. В этот период модели были заостренным носком и небольшим каблучком. Чтобы туфли не размокали в сырую погоду, для них делались специальные калоши. Туфли одевались прямо в калоши. Так ноги девушки оставались сухими и в тепле. Мы с вами рассмотрели только малую часть мира женской моды и погрузились в таинство создания женского образа. Несмотря на то, что не все советские женщины могли позволить себе дорогие платья и украшения, воплощая образы киноактрис, они всегда стремились к этому, сохраняя при этом свой неповторимый стиль. Пусть эта видеоэкскурсия вдохновит вас на создание своих новых, красивых, впечатляющих образов. Субтитры создавал DimaTorzok